Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ох, Sunset, Sunset, сколько же слов про него было сказано, сколько же роликов ему одному было посвящено, и как он всё умудрился дичайше проебать. На канале минусовые как бы отписки, минусовая статистика, я не знаю как подписки могут быть плюсовыми, но фиг его знает. У него за прошлый месяц, по-моему, минус 50 подписчиков, за этот месяц там минус ещё сколько-то подписчиков, и в общем-то это коллективная, понимаете ли, коллективная помощь, так сказать, в том, чтобы вот такая статистика у него была. Нельзя сказать, что он сам не повлиял к тому, вот чтобы у него была вот такая вот ебанутийшая статистика. Переходит там сервер на сервер, постоянно это как-то смешно аргументирует, там, и всю прочую хуйню. И вот всё-всё-всё-всё-всё прочее. И вы знаете, в данном случае мы можем наблюдать то, как человек действительно становится никому не нужным. Из когда-то вот нормального человека, которого смотрел даже я, вот этот вот, знаете, или его эгида против читеров и всё прочее, я на него подписался с ролика про Исю, я отписался там с ролика, по-моему, не помню точно какого про Ангела, нет, по-моему, я точно не помню, как это произошло, но вот, а, с ролика про Ревент я от него отписался, потому что я понял, что чувак реально ебанутый. Чувак реально наркоман и реально пиздец. Если кто-то, мало ли, не знает или не верит, почему вот Санцет наркоман, можете посмотреть ролик по подсказке справа сверху, вот. И там всё убедитесь, там все пруфы, там независимый источник, там всё есть, всё можете видеть. У Санцета на данный момент можно проследить вот точное падение просмотров, потому что, ну, в чём проблема на 10-тысячном практически канале? Ну, я не знаю, там 5 тысяч просмотров не набирает, ладно, не 5 тысяч просмотров, 3 тысячи просмотров. Да ладно, чё там 3 тысячи просмотров? Последние несколько роликов, то ли штуки 3, то ли штуки 4, у него даже тысячу просмотров не набирают. В этом-то и проблема. И статистика у него постоянно красная, у него постоянно очень много дизлайков, Потому что это ебаный наркоман, который непонятно как до этого набрал все свои там просмотры, подписчиков и так далее. Вы знаете, как я уже говорил в ролике о том, как уничтожить любого GTA-самп-ютубера, повторю сейчас вот тут вот всем вам сейчас вот так вот, чтобы вы все слышали, нельзя ни одним разоблачительным роликом, нельзя никаким роликом, хоть ты там что сделай, блять, вот даже он вам не Димон, охуительный ролик, но при этом ничего не изменилось. И вы знаете, то есть ни одним роликом нельзя сделать абсолютно точно нихуя, даже двумя, тремя, да какими угодно роликами человек может закопать только сам себя, и вы должны это понимать. И Sunset как раз таки это и сделал, как я уже раньше говорил, переход с сервера на сервер, постоянно аргументирую это тем, что мол сервер там как-то не хочет идти вперед, вверх как-то там расти и так далее, и в общем-то все вот в этом роде. И вот многое-много еще другое есть на канале Sunset, а также, вы знаете ли, рассказ о том, какие читы лучше юзать, прям вот вы знаете в подробностях описывать, там как вов настроить, как еще что-то, когда при этом он топил за античит движений, вот за все это. Но потом, когда уж спалился с гонщиком, ну в самом деле, зачем как-то признавать ошибки, как-то вот извиняться, как-то там, я не знаю, ролики удалить, да даже не нужно ролики удалить, просто публично извиниться перед людьми, которых обвинял в читах, и сказать, что я сам читы юзаю, а для того, чтобы бороться с читами нужно самому быть кристально чистым, поэтому я с ними и не борюсь более, и все. Вот на этом бы было точно вот все, но он нет, блядь, нет, он мало того, что не извинился, мало того, что не удалил ролики, он продолжил, блядь, как-то вот отмазываться и так далее, и говорить, что ну я раньше вот как-то играл с читами, сейчас уже вообще не играю, вот, и все-все-все-все-все прочее. Ну это как-то, я не знаю, выглядит как минимум забавно, как максимум, ну максимально глупо, и Санцета смотрит там уже там, я не знаю, по 800, по 900, по 1000 человек, потому что он сам себя убил. Еще немного, еще немного, и Санцеты перестанут смотреть даже вот эти вот люди, его просмотры на его канале докатятся до уровня моего первого канала, где там, знаете ли, там уже нет подписчиков, вы можете посмотреть, там зайти на канал, там вообще реально вот нажимаешь подписаться, и там подписчики как бы не растут. На Social Blade до сих пор там вот заходишь в Live Time Real Subscriber, там 0 подписчиков, я думаю, что для 0 подписчиков там по 300, по 400, по 500 просмотров, для меня это вполне нормально, а для Санцета, когда у него там 9000 подписчиков, как-то вот эти вот, знаете ли, 800 просмотров, ну это какой-то полнейший пиздец. То есть, чтобы вы понимали примерную статистику, как оно должно быть, то есть, если, ну, знаете ли, когда вот нужно бить тревогу, и когда еще не надо бить тревогу, это когда у тебя примерно там, знаете ли, за 12 часов набирается вот 10% от количества подписчиков, вот столько вот просмотров. Допустим, у меня сейчас это, допустим, там сколько у меня подписчиков, 1080 подписчиков, значит, на ролике должно набираться за 12 часов там 180 просмотров, где-то так. Вот, и более, и более, то есть, более нормально, менее, уже надо задуматься, какой я ролик выпустил, что я там сказал, что я там мог сказать неправильно, что можно было бы исправить и так далее. То есть, это примерно вот такая вот нормальная статистика. У Санцета же, вроде как, эта статистика немножечко так соответствует, немножечко не соответствует, но, тем не менее, скоро там Санцеты перестанут смотреть, и эти люди пойдут еще более масштабные отписки. То есть, если вы, мало ли, подписаны на Санцета, можете зайти там, заодно дизлайки на ролики проставить. Вам не сложно Санцету, приятно заодно отписаться на канал, можете, знаете, его еще как потроллить. Подписывайтесь, тут же отписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь. Он будет смотреть на Социал Блэйде, Реал Тайм Субскрайбер, смотрит там, подписывается, отписывается, он такой, ебать, его хватит там какой-нибудь инфаркт от наркотиков, там, от кокаина и так далее, и он просто-напросто умрет. Опять же, если что, конечно же, я осуждаю, ни в коем случае не хотел никого оскорбить, унизить и так далее, Санцет пусть живет дальше, но просто дело в том, что Санцет это наркоман, есть даже пруфы, есть все такое, можете посмотреть. Я просто не особо долюблю наркоман, мне вообще непонятно, кто может любить наркоманов, но это вообще, мне кажется, не люди, это уже какие-то животные, и поэтому мне наркоманы как-то не особо нравятся, и это мое личное мнение, оценочное осуждение и так далее. Вот, не претендующее на истину, ни в коем случае, однако можете посмотреть ролик под названием Санцет наркоман, и там, я думаю, что вы узнаете много всего интересного для себя, и такие, типа, ебать, Санцет наркоман, а я даже что-то как-то, ну, я и не думал, казалось бы, а он оказывается наркоман и так далее. В общем-то, мы могли увидеть то, как Санцет наглядно на наших глазах умирает, наглядно становится никому не нужным, и наглядно, в принципе, никому уже стал не нужным со своими читами, со своими постоянными переходами на сервер и так далее. Ну, вот вы мне скажите, в чем проблема? Сам Virtual Life, так сказать, спонсоры поддерживают тебя, ну, в общем-то, как неплохо, ну, в принципе, и, типа, в чем проблема? В чем проблема не играть на этом сервере и просто вот переходить туда, куда, видимо, больше предложат или как? Я не знаю, если вы мне предлагаете, мало ли, сотрудничество на постоянной основе, платите исправно деньги и многое другое, это, если что, намек для рекламодателей, сам Virtual Life, Су, там, какой-нибудь Сампнет и так далее, можете писать мне, там, как-то вот посмотрим, обговорим все детали, все события и так далее, деньги нужны всем, это капитализм, а вам нужны игроки, тут в том числе, а мои зрители, поэтому можете писать, можете звонить, а здесь могла быть ваша реклама, геймплей мог быть снять на вашем сервере, поэтому не упускайте, пожалуйста, свой шанс, в самом деле, уже поднять свой сервер с колен, вы там закупаете каких-то наркоманов, которые у вас читы юзают, но нужно закупать уже нормальных GTA Самп ютуберов, таких, как я, то есть, ну, в самом деле, у меня ролики эпизодически на этом канале, там, на тысячу просмотров стреляют, там, на 22 тысячи просмотров и так далее, представьте, что было бы, если бы ролик про Зака, на котором сейчас 22 тысячи просмотров, был снят на вашем сервере, это же популярность, это же миллионы и миллиарды игроков, поэтому я думаю, что только ради этого стоит платить мне деньги на постоянной основе, там, от разнообразных серверов, не только от Самп Виртуал Лайф, возможно, там, какие-то другие сервера, там, Самп РП, я не знаю, Даймонд, там, Адванс, не дай бог, но, тем не менее, капитализм за любой каприз за ваши деньги, почему бы и нет. В общем-то, я думаю, что на этом уже можно, так сказать, подводить маленькие итоги, рассказывать о том, что там как было, что мы получили в итоге, что Санцет по итогу потерял и многое другое. В последние несколько месяцев, в последние несколько годов, лет и так далее, столетий веков, Санцет, так сказать, подкосил свою чистую репутацию. Поначалу вот эта вот, знаете, ситуация с Ревентом, где Санцет показал себя максимально тупым уебаном, думаю, что один из следующих видеороликов это будет, кажется, мы стали забывать про вот эту вот всю ситуацию с Владиславом Павловым и Ревентом. Потом, значит, вы знаете, вот этот вот страйк Ангелу Касада, это полнейший пиздец, это полнейший зашквар, я уже в каком-то из роликов объяснял, почему кидать страйки это зашквар, можете посмотреть. В одном, по-моему, даже из недавних роликов, там я обсудил страйк от Луняши, страйк там от прочих людей, в общем-то, все это обсудил, и вот все это, знаете ли, показал, вот как все надо, как все должно быть. И вот многое-многое другое. Однако, ну, я думаю, что это уже не имеет особого какого-то там значения и вот всего-всего прочего того, что вы могли ранее узнать. Также, также, ну, вы знаете, Санцет, он переходит сервер на сервер, постоянно это как-то оправдывая, нет бы там как-то спокойненько так перейти, сказать, пацаны, мы теперь играем вот на сам Виртуал Лайф, нет, пацаны, мы теперь играем на Сампнет, нет, пацаны, мы теперь играем на старом Возвращении Авроры и так далее. Второе пришествие, так сказать, вот. Поэтому, в принципе, я думаю, что на этом уже ролик можно и заканчивать, подводить к концу, там, так сказать, завершать. А нажимайте на колокольчик, ведь скоро, уже через несколько дней, через несколько недель, через одну неделю там с некоторым временем выйдет самп-обзор, а если у вас не будет колокольчика, то вы можете его и пропустить, как бы, ну, чтобы вы понимали. Вот. Нажимайте на колокольчик, там, включайте уведомления от Google Chrome. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, или не спасибо, а именно, до свидания.